Потому что зачастую на вебинар приходят новички, впервые, может несколько людей у нас впервые на нашем вебинаре, я вижу новые имена, и для них я представлюсь, меня звать Фред, на самом деле меня по-другому немножко звать, просто для всех участников я Фред. И сегодняшний вебинар, он не тематический, как по четвергам, а посвящен обзору ситуации, больше для тех, кто интересуется рынком, больше для тех, кто торгует или собирается торговать. Зачастую такая проблема возникает у трейдеров, они не совсем понимают, что происходит на рынке, процессы, новости, почему те или иные новости повлияли на рынок именно так, а не по-другому, и об этом я и буду рассказывать сегодня. Но с большим уклоном на фундаментальные данные и макро-статистику, хотя эта неделя у нас, текущая неделя, достаточно слабая по макро-статистике. Организован вебинар Admiral Markets, секундочку переключу, многие знают эту компанию, лицензированный брокер, у них офис в Лондоне, в Таллине и еще в 20 или 30 регионах по всему миру, те, кто из Таллина знают это здание, «Адмирали Майя», то есть «Дом Адмирал», так переводится, и, собственно, в нем находится компания. И предупреждение о рисках обязательно регуляторы требуют по всему миру, «Адмирал Маркетс» имеет даже лицензию от регулятора Великобритании, это, наверное, самый строгий регулятор в Европе, наряду с кипрской, евросоюзовской лицензией, и маржинальная торговля, торговля с плечом, это риски, и вы можете потерять даже больше, чем имеете на балансе. Но вы и без меня знали, но я должен перебредить. Ну и, наконец, номера и телефоны, организован вебинар именно представительством России и Украины, или в Украине, так что номера здесь для российского региона, ну и e-mail, вы все можете писать по любым вопросам. Но если у вас вопросы по вебинарам, то есть вы хотите предложить темы для вебинаров последующих, что касается вебинаров в четверг, тематических вебинаров, то смело пишите, можно даже не туда, мне в чат написать. У нас на апреле уже все вебинары забронированы, так скажем. У нас в четверг будет тема по трейдингу, по пути трейдера, тоже предложенная одним из слушателей. Так что май свободен, предлагайте свои темы. Если Адмирал не против, и эта тема касается рынка Форекс, рынка акций, CFD, фьючерсов, а навряд ли Адмирал будет против, если тема касается этих рынков, то мы обязательно посвятим вебинару. Итак, начнем. Я переключусь на мета трейдер. Начнем с основных валют, с основных валютных пар. Секундочку, система немножечко медленно работает. Если вы видите мета трейдер, напишите в чате, потому что зачастую я переключаю, а до вас это изображение не доходит. Поэтому я убежусь, что вы все видите. Жду плюсиков. Вот снова переключусь на экран мета трейдера. Нет, пока не видно. Подождем немного. Вот сейчас должно быть видно. Ну, по крайней мере, я вижу на экране. Хотя мне советовали параллельно включить с другого компьютера вебинары и подключиться как слушатель. Но я почему-то в этот раз не сделал. Да, плюсы пошли. Отлично. Итак, это S&P. Наконец-то коррекция на рынке нарисовывается. Мы пока не можем сказать, что она уже появилась. Точнее, можем, конечно, сказать технически. Вот вы видите пробитие этой линии красной. Это трендовая линия. Рынок ее видел долго. Тренд этот появился с последнего обвала сильного. Когда мы дошли до 1800 с чем-то. Почти 1800. Это было ровно год назад. В феврале даже чуть больше года назад. Далее был у нас Brexit. Вот эти два, две свечи. И снова мы линию увидели. Если мы ее тогда нарисовали, то третье касание. А потом произошло нечто, что дало бы нам разворот. Осень. Рынки корректировались. Но выборы президента и победа Трампа, и переток денег из облигаций в акции немножечко испортил все, что происходило. И с ноября, с начала ноября прошлого года по сегодняшний день рынки росли на основании, на двух факторах. Первый из них, как я уже сказал, рост из-за притока денег с рынка облигаций уходили деньги. Для тех, кто не знает, еще раз повторюсь. Победа Трампа намекала инвесторам, подсказывала, что ставки будут расти более усиленными темпами, потому что у нас структурные изменения. Это, конечно же, делаться будет в долг, и ставки будут расти. И зачем держать облигации, которые приносят, допустим, два годовых, два с половиной годовых, если в будущем ставки будут выше, и те же облигации уже будут выпускаться по 3-3,5-4%. И рынок начал скидывать эти облигации, они в цене снова, замкнутый круг такой, они в цене стали падать еще больше. И это привело к тому, что уход денег с рынка облигаций должен был где-то разместиться. Глобальных, огромных рынков не так много. В недвижимости, ждали им идти, это триллионы долларов, недвижимость просто не осилит такой большой объем. И бросились в акции, благо они были не так сильно переоценены, потому что P-Ratio по всем индексам, соотношение цены к прибыли, чистой прибыли, на тот момент примерно колебалось в районе 21-23 по Dow Jones, по S&P. Но сейчас, может быть, чуть выше, мы находимся сейчас, да, апрель, середина, уже сезон отчетности начался. Посмотрим, как отчитаются компании, и мы поймем, насколько период, потому что что такое P-Ratio, это цена индекса или акции к ее прибыли. Вот сейчас компании отчитаются, агентства соберут эти прибыли в какой-то совокупный индекс, средний, и мы узнаем, что по индексам происходит. Они все еще в районе 22-24 торгуются по P-Ratio, Price Earnings Ratio, или выше, или ниже. Итак, что можно сказать? Хороший момент для продажи с небольшим стоп-лоссом. В любом это может быть ложный пробой, как это было уже, не удивляйтесь, да, ничему. Но хочу сказать, что любая негативная новость приведет к падению. Пока нет никаких особо негативных новостей, да. Геополитический фон у нас не очень-то позитивный был, ну, может быть, остается. Но пока такого сильного повода для снижения рынков не было. Ну, вот сезон отчетности может нам прибавить негатива, нервов. Дальше. Это был S&P. Я нахожусь в продаже, да, по моим сделкам даже могу показать. Секундочку переключу. А, я не открыл свой портфель. Сейчас я открою. Ну, я его всегда показываю, чтобы не нарушать традицию. Там небольшая просадочка. Было там 114-115, на пике 116, а сейчас там 108-109, что ли. Небольшая просадка из-за роста нефти была. Так, вот открывается счет. 107-905. Я переключу на браузер, да, и вы должны видеть. Вот у меня два шорта по нефти и по индексу ETE mini S&P 500. Это то же самое, что у вас в MetaTrader. Вот S&P индекс, кэш индекс. Практически то же самое. 2337. Я как раз здесь и шортил, потому что если включить позиции, то вы увидите, что примерно на этих уровнях у меня и был открыт шорт. Не сейчас, а чуть раньше, но уровни те же. Итак, смотрим. Надеюсь, видно, да? Смотрим S&P. Вот он, фьючерс. 2335 в среднем шорт. Ну, как в среднем, всего одна позиция, но он так пишет. Графа называется Average Price. И 2338 текущая цена. 137 долларов убытка. Ну, я уже с опциона взял, видите, 1500, 1187, 50, 890. То есть позиция в целом, я должен убедиться, что видно, но вы минусы написали, если бы не было видно. Позиция в целом в хорошем плюсе. У меня есть продажа, которая по нулям практически ничего не принесла. И я продал на эту продажу июньские пут-опционы. Ну, и заработал уже 1500 по этим позициям, 1187 тут. 300 тут хедж у меня потерял. На этом хедже 50 заработал и 890 на этой продаже заработал. Я ставил на то, что выше 2500 не уйдем. И мы не ушли. Четыре контракта было продано. Так что суммарно позиция 1500, 2500, ну, еще там где-то 200, 2700, минус 300, 2400 и где-то 900, 3350 долларов принесла эта позиция. Неплохо, но она еще принесет больше. Я ее не закрываю, она в июне стекает. Возвращаемся к нашему метатрейдеру. Кстати, да, для тех, кто в Таллине, у меня на этих выходных небольшое сделаю объявление. Никогда не делал, вне адмираловского формата объявления. У меня на выходных будет курс по опциону, вводный курс по опционам, по рынку опционов, по стратегиям простым самым. Так что для тех, кто в Таллине, записывайтесь или у меня в скайпе, я в конце оставлю свой скап, у меня в скайпе можете узнать информацию. Итак, идем дальше. S&P у нас вот в такой ситуации находится. Можем просесть. Можем, конечно, нет, тут как бы 50 на 50, но строить свои позиции, стратегии нужно, исходя хотя бы из техники, хотя бы. Мы не знаем, когда поступят негативные новости, но, как я сказал, поводом для этого может послужить сезон отчетности, который может принести негатив. Пока что банки у нас отчитались, по-моему, банков Америка или нет, я ошибиться могу сейчас. У меня тут на другом компьютере открыт календарь. Значит, что у нас по отчетам? IBM отчитывается сегодня, да, после закрытия рынка. Yahoo отчитывается. United Continental, но этого нет. Bank of America есть у нас, MetaTrader отчитывается. Что у нас еще? Давайте посмотрим. Goldman Sachs. А, нет, это уже было, это уже было. Это сегодняшний день. Goldman Sachs. Дальше, что осталось? eBay тоже есть у вас. American Express в MetaTrader есть в Адмираловском терминале. Тут много-много компаний, которые не особо известны. Verizon тоже есть. Достаточно много компаний будет отчитываться даже сегодня. И мы можем следить за их отчетностью. Больше они заработали, чем рынок того ожидал или меньше. Давайте перейдем на фунт. Тут очень интересные события разворачиваются. И наш прогноз с вами, если помните, кто посещал наши предыдущие вебинары, мы говорили о том, что фунт, если и пробьет границу, напишите плюсик, чтобы я убедился, а то я начну долго сейчас говорить и пропущу. Вы видите, да, фунт у меня открыт, MetaTrader. Просто плюсик поставьте. Да, отлично. Спасибо. Мы говорили, что фунт, если и пробьет, то верхнюю границу нужен повод. Мы не знали, какой будет повод. Поводом послужило сегодняшнее предложение Терезе Мэй о досрочных выборах в британский парламент. И насколько это негатив, позитив, даже не важно. Но мы уже предупреждали, я много раз говорю, что фунт как бы магнитом притягивается к верхней границе. Инфляция достаточно высокая, выше ожиданий. И все по Brexit утихли. Если мы пробьем, мы пробьем верхнюю границу. Даже на видео можете посмотреть, запись-то YouTube есть, тут не соврешь. Ну и слишком-то умным не нужно быть, чтобы это предвидеть. Действительно, цена на хороших новостях росла, на плохих не особо не падала. И случилось как раз это. Видите, есть такое неписанное правило такое есть, негласное. Чем дольше флэт, тем сильнее будет пробор. Обратите внимание, как курс задерживался во флэйте. Колебания были все шире, шире, шире. Точнее, не все шире, были широкими. И утихали, затухали, так скажем. Колебания флэйте, рынку надоедала эта ситуация. То есть, я даже шутил, что мы точно выйдем из этого треугольника, потому что он в тупик заходит. Так вот, и чем дольше длится флэт, а он длится уже с сентября, почти больше чем полгода, 7-8 месяцев, тем сильнее будет пробой. Вот вам повод, вот вам пробой сильнейший вверх. У меня только что ушли опционы по фунту. Сейчас скажу, что у меня продалось. Совсем мало, особо риска не предоставляет. Сейчас на другом у меня еще один счет для торговли. Конечно же, клиентские счета. Я продал 1,40, августовский кол. Ну, то есть, пари на то, что мы не уйдем выше 1,40 к августу. Всего один контракт ушел. Пока я присматриваюсь, особо не буду сильно рисковать. Да и цена там не такая. Всего я заработал на этом 70 долларов. Так что, так чисто проверил рынок, возьмут, не возьмут. Взяли один контракт. Может быть, завтра будет продолжение движения, еще продам. Ну, посмотрим. Итак, по фунту интересно было. Можно было на байстопах, да? Наверное, вы знаете, есть ордера. Не обязательно по рынку покупать. Можно на пробитии покупать байстоп. Что такое байстоп? А вот, допустим, цена была здесь. Вы боялись, что сейчас развернемся. Мало ли, эту линию как сопротивление увидим. И вы поставили ордер на байстоп выше предыдущего дня, допустим. То есть, вы понимаете, что если мы пробьем, уже улетим сильно. На новостях это делать опасно, потому что в новостях качели. А тут-то новость была не разовая. То есть, она поступила. Давайте на часовом посмотрим, как это было. Видите? Секундочку, я тут кое-что должен включить. Секунду. Это у нас мини-терминал. Он очень полезная штука. Всем советую скачать с сайта Admiral мини-терминал. Этот пакет называется Super Edition. Полезная штука. Наверное, вебинары вы видели есть на канале Адмирала, посвященный этим, вот, как сказать, примочкам, этим дополнением. И это есть только у Admiral Markets. У других брокеров нет предложения Super Edition. И это не только мини-терминал. Там масса всего. Корреляции можно смотреть. Так вот, я к тому, что фунт прорвал на этой новости, но это не была одна свеча до 1.28-1.29. Это, видите, несколько свечек было. То есть, можно было хорошенько хапнуть buy-stop, поставить ордер, купить дороже. Почему покупают дороже? Ну, это совсем уже для новичков. Многие трейдеры знают, для чего это делается. Вы ставите ордер купить дороже, хотя могли бы сейчас купить, но вам же важен сценарий, который развернется на рынке. Сейчас мы можем уйти вниз, но если мы пробьем, то, скорее всего, цены уйдут выше. Поэтому вы купите, пускай дороже, но на уже свершившемся сценарии, уже на пробое, так скажем. Итак, фунт уже отыграл. Может быть, на возвращении фунта к канал, где-то вот здесь можно докупать со стоплосом, но то, что должно было случиться, уже случилось. Мы были правы на вебинарах наших. То, о чем мы говорили, один в один случилось. Не просто какой-то левый непонятный и ложный пробой, а хороший, серьезный пробой. На сколько пунктов, кто знает. Давайте измерим, на сколько пунктов был пробой. 300 пунктов, 298 показывают. 300 пунктов. Очень хороший пробой, на котором можно было заработать, и мы об этом говорили. Так, евро, ну тоже по аналогии с фунтом растет. Против доллара они растут. СНТК обсуждали. По нефти что у нас? По нефти у нас много интересного будет происходить в ближайшие два месяца. Будьте готовы. Ничего не изменилось, конечно же. Давайте посмотрим статистику по буровым. Я ее смотрел в пятницу. Хочу и вам показать. Baker Hughes, вот этот вот сайт. Секундочку, переключу. Вот этот вот сайт, там публикуется... Я сейчас прямую ссылку дам, чтобы вы не заходили на сайт и не переключали ссылки на ссылку. Я дам прямую статистику на PDF-файл. Вот он, в котором видно, что происходило. Секундочку, брошу в чат эту ссылку. Нет. Да, вот она. На котором видно, что происходило за прошедшую неделю на американском континенте с точки зрения буровых, количество новых вышек нефтяных. Вот я здесь вижу ойл. 11 вышек прибавили нефтяных, 3 газовые уменьшились. 683 вышки сейчас в Америке добывают, качают нефть. Часть из них сланцевая. То есть сланцевым методом добывается через гидровзрывы и так далее. Не важно. 351 вышка была год назад. Представляете, почти удвоение количества буровых за год. Это же новая нефть. И в Канаде на две вышки уменьшилось. Но год назад было 10, сейчас 40. Канада сезонно активно снижает. Видите, на прошлой неделе было 42, а до этого вообще было 100 с чем-то. Канада весной активно снижает. И это сезонно, это нормально, это не новость никакая. Вот год назад вообще 10 вышек оставалось у них. Кто говорит, они дороги берегут, не перевозят оборудование. К весне уже, когда снег растает. Разные версии. Но важна сезонность. Вот она есть. Мы понимаем, что снижение вышек в Канаде это нормальный процесс. А вот в Америке, я не помню, чтобы был рост, а если и был, может быть, на 2-3 вышки. Уже давно американские вышки прибавляют стабильно, воспользовавшись тем, что рост цен достаточно сильный. 50-52 доллара за баррель стоит нефть. А это уже хорошие уровни, когда можно булить. Так что, что теперь останавливает, что сейчас останавливает медведей на рынке нефти? Это заседание ОПЕК, которое будет через пару месяцев. Очередное заседание у них 30 ноября было последнее. И сейчас ждем, я-то не помню, 2 июня или 5 мая, не помню. Скоро, через 2 месяца максимум. И на этом заседании они или продлят действия своих квот, или же приостановят. Ну, второе, маловероятно, потому что, если они приостановят, однозначно нефть идет в район 45 и ниже. Скорее всего, будет продление. Еще полгодика посмотрят, что происходит. Тот объем нефти, который добывают страны ОПЕК, рынком уже, ну, скажем, переварен. Рынок уже привык к этому объему. Если убрать его и снова качать нефть, в случае, когда скачают, то непонятно, что будет на рынке, цены очень сильно упадут. Но, с другой стороны, у ОПЕК нет особо, не так много рычагов влияния, не так много инструментов влияния на цены. Потому что берут они с рынка объем, американцы добавят. Добавят объем, а сделают еще хуже. То есть, рано или поздно нефть должна вернуться в район 40, может, даже ниже. Потому что мы видели по буровым, не останавливаются качалки, нефтяные вышки в США, и все больше, больше, больше. Мы не знаем потенциал отрасли, индустрии, но два года назад, в 2014 году, их было больше тысячи. А сейчас пока 683. Есть такой лаг, есть небольшая задержка между количеством буровых и объемом нефти, которая поступает на рынок. Не сразу растет добыча. Сначала растет количество буровых, и с небольшой задержкой несколько месяцев догоняет объем добычи. Так что все впереди. И если буровые растут, и мы даже рекорд видели на этой неделе, то ждите прибавления в добыче. Скоро будут поступать, наверное, комментарии на рынок министра энергетики, министра нефти. В арабских странах даже есть такие посты. Министр нефти будут заявления давать, свои оценки. И мы будем примерно понимать, что готов сделать ОПЕК. Но, мне кажется, все в ценах уже давным-давно. Любое продление этой квоты в цене. Вот поэтому вернулись котировки на уровень 52-50. Затаились и ждут, что ОПЕК просто продлит действие этих квот. Что сделали квоты? Квоты, когда их вводили, нефть была вот здесь, 45. После введения квот нефть достигла 53. Ну, там 7% прибавили. 1,8 млн баррелей с рынка ушли. Прибавили 7%. Американцы наверняка часть этой нефти покрыли. Нефть все еще на 52-53. Мне кажется, это достаточно высокий уровень. И я стою в шорт. Дальше. Я посмотрю, есть ли у вас вопросы. Нет вопросов. Дальше. Ну, с газом пока такая непонятная ситуация. Стоим где-то вверху. Вратильность спала. Я много продавал колов и путов. Даже могу показать. У меня здесь были проданы четвертый кол. Что выше не уйдем. 3,5. Здесь видите NG. Сейчас я переключусь. NG это газ. Natural gas. Вот они инструменты. Пять контрактов продано. Что мы не уйдем выше четырех. Уже принесли 650. И два контракта. А нет, это пшеница. Это пшеница. И один контракт куплен. Хеджирующий 450 отнял. Ну, 200 долларов прибыли есть. Но я жду истечения. Вот тут еще 1450 лежит. Висит еще не истекший. Я жду пока эти деньги тоже сядут к истечению. Окей. Что у нас еще для обсуждения было? Вернемся к метатрейдеру. Золото. Да. Вот тут все интересно. Выросло оно достаточно сильно. Уже 1300 почти увидели. 1298. Конечно же, растем на нестабильности. Растем на Северной Корее, на Сирии. Думаю, если нового негатива не будет, все-таки мы уйдем на коррекцию, но уходят геополитические факторы с арены, приходят чисто экономические, чисто рыночные. Любой разворот рынка, любая коррекция рынка прибавит в котировках золота какую-то стоимость, потому что уходя с фондового рынка, инвесторы все-таки ищут тихую гавань, не знают, куда пристроить свои деньги. Золото всегда как барометр и нестабильности, и рыночного обвала, и любой нестабильности геополитической, экономической или чисто даже рыночной. В экономике все в порядке, в политике, в геополитике нестабильность мировая вроде все в порядке, а вот просто происходит коррекция на рынке, не буду же расти до небес, как говорят на Олл-стрит, деревья не ростут до небес, уходят инвесторы с акцией и параллельно входят в золото. Так что сегодняшний рост, хотя с утра было падение, но вы даже минимум дали трехдневный, сегодняшний рост – это отыгрывание негатива на фондовом рынке, это потенциальная возможность, а, думаю, некоторые уже заранее уходят в золото, думая, что самое время зайти, пока не рухнул фондовый рынок. Ну, по-другому, такая ситуация, увидели максимум, вот, по выкли даже могу показать, опять наш прогноз, наши линии, наш технический анализ в силе, видите, вот эта вот линия, которую мы рисовали по максимумам, снова коснулись аккурат этой линии и развернулись, ну, 1-2% точно коррекция есть, посмотрим, что будет дальше, это Dow Jones Industrial 30, ну, то есть 30 компаний. Так, рубль не комментирую, не отчитался, я пока не разбирал их цифры, там еще conference call надо послушать, но, судя по падению, 2-3% не очень хорошо, хотя у них клиентская база растет, такая тройная вершина, типичная разворотная. Посмотрим, чем это все, посмотрим, по Netflix я тоже ставлю в целых, у меня с другого компьютера, у меня 200 акций зашорчено, и к ним еще проданы путы. И вчера, боясь, что Netflix всегда очень хорошо ходит, вот у меня есть статистика, с какого сайта, не помню, сейчас я посмотрю на другом компьютере и скажу, с какого компьютера, с какого сайта, с какого сайта, с stockearnings.com, и у них приходит рассылка на e-mail, и обычно они публикуют ожидаемый календарь по отчетности компании и то, насколько бумага обычно улетает вверх или вниз, да, движение. Вот по Netflix было 14%, то есть Netflix такая сильно ходит вверх или вниз, и поэтому я захеджировал свой шорт, купил два, зря, конечно, купил, там, 700 долларов только по ней ушло, купил два контракта на 200 акций, хеджер 148, буквально близко, и 150. Если бы мы улетели на 14%, то я бы не сильно огорчился. Но мы падаем, хедж, деньги на ветер, ну, на то и хедж, чтобы были деньги на ветер. И, кстати, завтра будет у меня вебинар свой по опционам. В скайпе спросите, я скажу, как подписаться, бесплатный вебинар, я расскажу как раз про позицию на опционах по Netflix. Вы узнаете, я ее построил до отчетности, другую позицию, не свою, а именно ту позицию, которая в целях обучения была. И я вам покажу, как она сработала в специальных программах. Это бесплатный вебинар, так что подключайтесь. Он будет завтра, поздно вечером, в 9 вечера, наверное. Тесла очень сильно выросла. Тут делать нечего, на таких уровнях, что покупать поздно, продавать страшно. Наш флаг давным-давно сработал, и с тех пор делать нечего. Так что не будем. Facebook, так же, как Dow Jones, видите, коснулся верхней линии. Но там отчетность будет, по-моему, через 2 недели. Посмотрю, когда Facebook отчитывается. Тут есть у нас на Finviz целый календарь. Finviz.com. И вы можете посмотреть любую компанию в битте, посмотреть, когда у нее будет отчетность. И я в двух словах скажу, что означают эти буквы. Вот здесь внизу видно 3 мая. AMC – это After Market Close, после закрытия рынка. То есть 3 мая, через 2 недели читается Facebook. За эти 2 недели можно коррекцию поймать, можно и нет со стоп-лоссом. Но знаете, что через 2 недели будет очень, возможно, будет очень сильный пробой. По Netflix, к сожалению, этих 14% не было, что нам обещали на StockEarnings.com. Ну, по-всякому бывает. Они не сказали, что обязательно будет 14% рост или падение. Просто обычно Netflix очень сильно. Даже в 19% я видел прибавку после отчетности. Волатильность сильную. Только не помню, вверх был или вниз, но было 19%. Кстати, на графике можно посмотреть. Давайте посмотрим на графике. Netflix. Ну, вот рост достаточно серьезный. Закрывались на 100. Открылись сразу... Да, вот он. 19% просто. 18% чем-то. Закрылись. 118.53. Это как раз и есть ровно 19% роста. Вот об этом случае я говорил. А через несколько дней компания достигла отметки 129, почти 130. 30% отчетность принесла за несколько дней. Эти Netflix прибавили цели. Они и дальше росли, почти 150 достигли. То есть за какие-то полгода Netflix прибавил 50% стоимости. У них дела не так хорошо идут, как раньше шли. Клиентскую базу хоть они прибавляют за счет интернешнл, как говорят, безнародного прироста, но последнюю отчетность я ее еще буду изучать, но уже видел комментарии. Мне кажется, не было чуда никакого. Но преждевременно что-либо говорите, я почитаю, изучу и потом вам расскажу. Помните наш вебинар по Заре, по компании, которая является концерном, которая имеет права на бренд? Ну и точнее, не имеет права, а просто является учредителем и собственником брендов Зара, Бершка, Массима Дути, Страдивариус. Вот компания сегодня впервые после нашего вебинара упала. Вот здесь у нас был вебинар. Секунду, видно, да? Да, видно. Здесь у нас был вебинар, и мы даже пожалели, что поздно разобрали эту компанию, уже рост случился. Вот впервые развернулось, я даже смотрел опционы, ничего интересного. То есть рынок оптимистично верит. RSI развернулся, ADX давным-давно дал нам сигнал покупки. Вот здесь и MACD еще раньше показал, что надо покупать на 30, сейчас 34, 12% прибавила бумага, и мы на вебинаре разбирали ее, очень даже неплохо она отчитала, неплохо дела у нее обстоят, но она и отчитывалась неплохо, потому что в марте поступил отчет за 16-й год. И магазины прибавили, прибавилось количество магазинов, и net margin, да, рентабельность чистая, стабильная. Все у них неплохо, хорошо, и даже есть потенциал, потому что в Америке всего, по-моему, 15-17% приходится на Америку и на Азию. Большая часть бизнеса, 62-66% это Европа. То есть есть куда развиваться, есть куда расти. Мне почему-то кажется, что достаточно интересная бумага, вот бы еще коррекцию дала на каких-то не связанных с ее бизнесом причинах, было бы неплохо. Прикупили бы где-нибудь. В Испании у них много магазинов, по-моему, 17% это только Испания, а 44% вся Европа, из них 17% только Испания. И дела там ухудшаются, вы видели, даже инфляция 3% была, квартал тому назад. Так что будет коррекция, наверное, было бы интересно прикупить. Но с момента, как мы разобрали бумагу и сказали, что у нее все хорошо, акции выросли, можно было бы брать. Ладно, давайте календарь перейдем рассматривать. Тут у нас не особо насыщенный месяц, неделя даже, не месяц. Вот тут на briefing.com я открываю. Ну, мы адмираловский календарь не будем открывать. Или если останется время, откроем, потому что по другим странам, не американским данным, не особо-то и много данных. Вообще там 2-3 новости по Германии одна и по Евросоюзу. Что у нас было? Приток, вот, actual net ticks 53 миллиарда, ожидалось совсем немножечко, ожидалось 6. Эта цифра показывает приток в долгосрочной облигации США. Ожидали 6 миллиардов, было 6 миллиардов, получили 53. Это хорошая поддержка для доллара была бы, если бы не сегодняшние британские новости. Ну, это такой долгосрочный индикатор. В общем-то, инвесторы глобальные все еще верят в облигации американские, правительственные. И за месяц на 53 миллиарда прикупили иностранцы. На 53 миллиарда больше, чем американцы купили иностранных облигаций. Вот так. То есть приток есть. Там и Россия, и Китай, наверное, и основные крупные страны, покупающие облигации. Дальше. Вынок недвижимости. Чуть хуже, чем ожидалось. 1215. В прошлый раз вообще было 1303. То есть миллион 303 тысячи housing stats было заложено, так сказать, фундаментом. И разрешение тоже было взято. Ну, примерно так же, как и ожидалось. Промышленное производство выросло чуть больше, чем ожидалось. Ну, по прогнозам практически 0,5%. И вот этот индикатор, он не столь важен, но он интересный. Катасити и утилизейшн – это загруженность мощностей. Грубо говоря, из 100 станков на территории Соединенных Штатов 76 работают на полную мощность, и 24 не работают. Ну, то есть мощностей больше, чем загруженность. Эта цифра отражает как раз состояние промышленности. Если эта цифра растет, вот, скажем, в прошлый раз было 75,7, видите, растет. То есть спрос есть, и производство, производственные мощности загружаются больше. 100% никогда не бывает, иначе это ажиотаж в стране. Все станки заняты и не пустят. Это образно все станки, то есть производственные мощности. И сейчас цифра оказалась чуть лучше, хотя ожидания были еще больше, 76,2, 76,3. Так напрямую на рынок это влияние не оказывает обычно, если, конечно, сильных изменений не будет. Завтра у нас нефть, запасы нефти, crude inventories, послезавтра безработица, то есть вот эти initial climes, как обычно, выходят. Они на низких уровнях, и все понимают, что рынок труда чувствует себя просто прекрасно. Никаких переживаний по этому поводу нет. Филадельфийский эффект по промышленности и производству важен. Ну и вторичка выйдет. Да, газ в четверг, ну и вторичка выйдет 5. Видите, скучная неделя. Из важных данных даже нет ни одной особо важной новости, где три звезды. В общем-то все скучно. Но учтите, 21 апреля, пятница, значит, через две недели у нас будет заседание ФРС. Давайте заодно посмотрим, что ждут от ставок от Джанет Йеллен, будут ли меняться, меняться будет ли уровень процентных ставок. Рынок ожидает, что на заседании 3 мая ФРС не пойдет на повышение. Это точно. А вот насколько рынок уверен в этом, мы сейчас увидим по цифре. Она должна быть, да, она почти 100%. 95% уверенность рынка, что ставки не изменят. 3 мая, 14 июня, следующее уже заседание, 50 на 50. Часть рынка ждет сохранения на прежнем уровне ставок на текущем, часть повышения. А часть ждет повышения два раза, но это очень маленький процент. В разгар лета 26 июля все так же неизменно. Уже к сентябрю может быть третье повышение за год, то есть второе уже повышение, начиная со следующего. Чуть выше, ну и к концу года все-таки три повышения более ожидаемого. То есть за 2017 год одно повышение ставки уже было, второе ожидается где-то 14 июня и чуть позже, и третье ближе к концу года. А вот с 1 января 2018, нет, не сильно изменилось. Так что рынок спокойно укладывается вот в эти ожидания, которые были и раньше. Три раза ФРС повысит процентную ставку, так думает рынок. Ничего нового здесь не произошло. Вообще последние две недели фундаментал очень скучный, может быть поэтому на вебинарах наших чуть меньше, чем обычно людей. Посмотрим сколько сегодня людей у нас. 20, в прошлый раз было там 28-30, а до этого было 55. Или погода хорошая, все идут гулять. Что еще хотел я вам рассказать, у нас уже время подходит к концу, буквально 10 минут осталось до окончания вебинара. Если у вас есть вопросы, пишите. Я тут пока не забыл, напишу свой скайп. Скайп, пишите по любым вопросам, предлагайте свои темы для следующих вебинаров. В четверг у нас будет очень интересный вебинар, уже много записей на него о том, как трейдеру проходить этот путь, какие у меня были ошибки, что я делал, командная эта работа или нет. Хорошо ли, когда у вас несколько принимающих решений трейдеров. Иногда звучат такие идеи, один будет теханализ, второй фундаментальный и вместе они будут торговать. Все вопросы касательно трейдинга с точки зрения поведения трейдера, с точки зрения его пути, какие ошибки ждут, даже риски, которые он готов взять, ожидания трейдера от рынка, все это будет рассмотрено с точки зрения именно опыта моего личного опыта, опыта тех людей, которых я знаю, ошибок этих людей, достижений. Так что будет интересно. И у нас завтра будет уже вне Адмирала будет вебинар. Семинар по трейдингу, по психологии трейдинга в четверг, как обычно, а мой по опционам будет завтра 21.00. Вот я в скайпе мне напишите, я вам скажу, как подключаться, куда, с какого сайта регистрироваться. Мне только нужен будет ваш имейл, чтобы вам выставить приглашение. Точнее не я вышлю, а люди, которые организовывают. Ну и собственно все. И на май у нас открыты темы. Предлагайте ваши темы. Мне понравилась идея спрашивать у вас, потому что до этого поготовил я все время, думал, чтобы было интересно. А вот на апрель почти все темы предложены были теми людьми, которые слушают мои вебинары в Адмирал Маркетс. Не почти все, а все, по-моему, темы были предложены. Кроме Зары, может быть, да, кроме Зары. Так что жду от вас предложений. Не стесняйтесь, любая тема, если вам интересно, пришло в голову, что вот здесь-то в этом-то разделе я бы с удовольствием поизучал, послушал бы, там, я не знаю, даже если это просто индикатор, например, вы разбираете индикатор MACD, а оно не совсем понятно, как с ним работать. У MACD, между прочим, целых четыре сигнала работы. А вот вы, может быть, один знаете, а вот у него целых четыре сигнала, как по нему ходить. А вот спрашивайте, и мы посвятим вебинар целому индикатору MACD. Или какие-то психологические моменты, как, например, управлять счетом, у меня счет разделен на несколько рынков, я управляюсь сразу несколькими счетами, и на нескольких рынках это тоже помогает снизить нервы, снизить концентрацию, заблуждение, что трейдер должен постоянно смотреть на монитор и быть в полной такой концентрации, не отвлекаться. Как раз нет, как раз нет, там такая грань, да, меньше потратите времени, будете не понимать, что происходит на рынке, больше потратите времени, чисто психологически будет у вас даже не перенапряжение, а, как сказать, чрезмерное внимание и корреляции между количеством времени и внимания, потраченным на рынок или на отдельный инструмент, и прибыли не просто нет, может быть, даже где-то она обратная до каких-то уровней. Об этом я говорил на позапрошлом вебинаре, когда рассказывал об ошибках, об укреплении дисциплины, как, я считаю, можно простыми методами укрепить дисциплину, допустим, заводя торговый план, блок и так далее. У меня, наверное, все. Пишите в скайп все вопросы или задавайте здесь в чате, я готов на все вопросы ответить, помочь. Жду вас всех в четверг, с удовольствием расскажу вам о теме, по теме пути трейдера. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас сейчас в чате автор, который предложил Анну, по-моему, ее нет, да, или она здесь, тот, кто предложил провести этот вебинар. Надеюсь, она будет в четверг, потому что в прошлый раз тема, которую предложил наш слушатель с Украины, он сам отсутствовал, да, дал идею, мы провели вебинар, а самого его не было. Окей, у меня все, всем спасибо, хорошего вам вечера. Амм...